В практической стрельбе или в стрельбе в движении главная скорость и точное поражение мишеней. Условия соревнований на открытой местности максимально приближены к реальным. Из обязательной экипировки спортсменов очки для защиты глаз от щепок, пороха и пыли. Впервые стрелки силовых подразделений работали в парах, отрабатывали взаимодействие в группах. Судьи выявляли не только самую быструю и меткую команду, но и самую сплоченную. Левый стрелок отстреливает левый сектор мишени, правый отстреливаем правый сектор мишени. Расстояние до мишени от 3 до 50 метров. Кстати, мишени в практической стрельбе специальные, учитывающие практический характер соревнований. Мишень разделена на три зоны. Грубо 10, 9, 8. Десятка центр, девятка, восьмерка чуть в сторону. Это Чарли и Альфа, да? Чарли и Альфа, да. Миф о том, что это не женский вид спорта, развенчала команда из Кишинева. Ее представительница показала не менее уверенное владение оружием, чем спортсмены-мужчины. В этом упражнении что было самое сложное? Попасть в темп в ногу и не потерять мишени, не растеряться. Специалисты говорят, соревнования по практической стрельбе развивают прежде всего навыки безопасного владения оружием, а также мышление и скорость. Стреливается до первого рубежа, отстреливается первый раз, потом сбрасывается вне зависимости, что там остается, и потом новый. По итогам соревнований в общем зачете первое и третье места заняли команды из Кишинева, на втором команда Государственного таможенного комитета. В отдельном зачете силовых структур и республики первыми оказались таможенники, второй – служба безопасности президента. Государственный таможенный комитет провел такие соревнования впервые. В дальнейшем чемпионат по практической стрельбе ГТК планируется сделать традиционным. Стрельбе ГТК